Бодрого здравия! С вами Сергей Добровода. Сегодня я проведу исследование, в какой ёмкости лучше всего хранить активированную воду с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Для исследований используем воду, полученную с помощью установки изумруд СИ ижевской фирмы Икар. Для исследований будем использовать 6 ёмкостей для питьевой воды, 2 пластиковых, из тёмного и светлого пластика, стеклянная, банка для консервирования и 2 термоса для питьевой воды. Набираем воду в ёмкости. Ёмкости все чистые, помытые и сполоснутые. Воды набираем по максимуму, что называется, с горкой. Закручиваем плотно. Наберём немного воды для измерения ЭДС-потенциала. Исходная вода, которую мы залили в ёмкости. Добавил ещё 2 ёмкости. Металлический термос со стеклянной колбой и пластиковую ёмкость. Итого 8 ёмкостей с активированной водой. Через сутки посмотрим показания активности воды. Измерим показания активности воды в каждой ёмкости и сравним. Итого 8 ёмкости. Теста места распределились следующим образом. На первом месте термос из нержавейки с колбой из нержавейки. На втором месте бутылка от минералки, зелёная стеклянная. На третьем месте термос внутри стеклянная колба. На четвёртом месте стеклянная банка для консервирования. На пятом месте зелёная пластиковая бутылка 1,5 литра от минералки. На шестом месте пластиковая бутылка от минеральной воды из прозрачного пластика. На седьмом месте неожиданно оказалась металлическая бутылка. И на последнем месте пластиковая ёмкость. Пейте живую воду и живите полноценной жизнью. С вами по-прежнему Сергей Добровода.